привет ребят поддался тут всяким новым туристическим веянием один из подписчиков моего канала андрей привет андрюш занимается вот такими вот вещами связался со мной и попросил взять попробовать как эта штука работает в реальных условиях в условиях южной тайги где-то на охоте находясь на переходах в походе и так далее перед вами изделия точнее сказать в простонародье печка щепочница которая служит для оперативного обеззараживания то есть кипячения воды приготовления пищи где-то быстро на привале или прямо в процессе вашего похода переходов из ее преимуществ она имеет очень компактные размеры она не требует разведения костра то есть она очень экономична в плане топлива не нужно дров некоторые говорят что она даже способна вскипятить воду буквально там с 3-4 палочек вот сегодня мы это с вами проверим как раз если еще солнце хватит я тут припозднился немножко также что я считаю немаловажно она безопасна она имеет колосник поэтому соприкосновения с почвы землей тут практически отсутствует и условиях засухи или где-то вот в летнее время она также пригодна будет в плане безопасности это очень важно ее также непосредственно применяют в дождливое время года в межсезонье там весна осень в сырую погоду зимой очень эффективно когда требуется дополнительные усилия чтобы просушить дрова там сделать костер достаточный температура горения достаточно для того чтобы быстро вскипятить воду в общем это такой ребят прямо походный хороший вариант служащий аналогом всяких горелок и так далее то есть она не требует газа буквально вот собрал там хворост какой-то подпалил поставил котелок и готов себе готов чай готов пищу вот сегодня мы с вами проверим как эта штука работает прям по времени защищем за сколько я смогу ее собрать вот я ее сейчас разберу вам все покажу комплект во первых полный как она мне пришла и как она вам придет также мы ее с вами растопим я поставлю котелок засечем время за сколько я вскипячу воду для чая поехали значит пришла она мне вот в таком вот нейлоновом чехле и давайте я сразу покажу здесь два отделения то есть два кармашка вот с обратной стороны смотрите тут прорезинено то есть влагозащищенное отделение для хранения например скажем средств розжига здесь же а вот в этом кармашке ребят я был очень удивлен и это вообще очень приятный довесок я думаю что это везде вот она комплектуется эта модель такими же вещами здесь какой чехольчик а в нем смотрите но это просто красота ложка походная вилочка и ножик кстати ножик видимо весьма небезопасны сейчас мы посмотрим ну то есть вот смотрите как бы мелочь да вроде бы вроде бы печку приобретаешь а получаешь еще и вот такие вот приятности что конечно же характеризует этот компанию фирму с положительной стороны то есть продумали могли бы этого и не делать ножик ну давайте ну вилка понятно очень компактные интересные вещи видимо из нержавейки сделаны вот довольно острое лезвие и в принципе никакой защиты как бы нет да то есть при складывании вероятность пореза присутствует поэтому с такими вещами поаккуратней тем не менее как говорится не знаю в комплекте ли это действительно входит то есть там об этом речи нет тем не менее это очень приятный полезный довесок который в туризме всегда пригодится ну и да теоретически раз уж мы решили с вами покушать приготовить пищу то самое место ему здесь же в этом чехле далее основном отделение что также тут прорезинена непосредственно сама печка вот это вот вам все потом не понадобится вот эти пакетики печь с довольно смешным названием выживайка и номер два то есть видим этом модель номер два они мне ничего не сказали все сезонное написано вот здесь ниже и и технические характеристики габаритные размеры вес 750 грамм ну что кстати в принципе но она не такая тяжелая да безусловно она будет отъедать какой-то вес вашего снаряжения но это не критично 750 меньше килограмма и вот что важно это нержа то есть нержавеющая сталь толщиной один миллиметр я сделал замеры непосредственно металла по всем стенкам и это действительно так она даже чуть чуть больше одного миллиметра это толщина стали один миллиметр превосходит известные аналоги то есть что это дает это дает отсутствие ее деформации нет конечно ну то есть скручивание да нет конечно эту скрутить можно но это надо еще постараться то есть в плане вот деформации как знаете мангала эти всякие они деформируют со временем от перепада температур вот один миллиметр это очень хорошая толщина также инструкция по эксплуатации с целую полезными советами в принципе собирается печка интуитивно понятно буквально за минуту здесь же всякие полезности написаны вам значит касаемо качества вот самой стали ну один миллиметр я вам уже сказал это действительно так по замерам некоторые элементы отшлифованы то есть вы видите моментально тут же все это весь этот лоск и глянец затирается царапинами при соприкосновении с другими элементами соб в собранном виде то есть вот это вот все это ну вот видно уже здесь а буквально то я ее доставал несколько раз это все уже приходит вот в такой вот нелицеприятный вид поэтому я бы например на месте производителя просто делал это все такой шероховатый хромом но допустим где-то тут есть наверное да вот вот это вот хорошая х хороший вариант хотя тоже царапается но нам ребят внешний вид нам в принципе не интересен нам важно ее рабочие характеристики вот а что касается всяких вот углов да вот этих вот ну есть я бы не сказал что прямо вот они острые но есть такой момент что вот какие-то вот все-таки где-то цепляешься да то есть вот здесь вот например я бы тоже вот допустим ну и и бы шлифанул то есть вот эти но это же ничего не мешает опять же совет ребят вот тем кто производит эти вещи ну сделайте вы это не сложно углы обработайте а то придется как как обычно у нас это принято наждачкой там допиливать что-то где-то чтобы было просто приятно пользоваться конечно не порежешься но мелочь а будет приятно значит ребят давайте я сейчас быстренько оперативно соберу как я вам сказал это делается буквально за минуту я ее уже собирал у меня сложности с этим никаких не возникло вы же посмотрите инструкцию и сами убедитесь что делается это все предельно просто здесь эти пазы все это вставляется закрепляется нижняя часть сюда же у нас будет то есть вот они раз два три и внизу раз два три паза этих сюда же будет у нас сбрасываться с колосника зола там уголечки мелкие всякие ну и вот в принципе внешняя страна внешняя часть так же само в пазы все вставляется и закрепили ну кстати кстати держится она довольно надежно ребят то есть вот если там непредвиденные падения ничего нигде не разваливается конечно бросать ее не нужно но тем не менее при том что она вот так вот по звякивает конструкция довольно надежно и вот я уже где-то что-то вот цепляясь вот эти вот вот шероховатые углы и вот такая вот дверка это такая интересная дверка и она полезна она очень полезна вот так вот она сюда вниз вставляется чуть-чуть приподняли закрыли то есть служит эта дверка это топочная камера для доступа к топочной камере фактически вот у нас с вами получается сюда закладка идет она тут поджигается и в плане безопасности дверкой прикрывается это очень здорово что вот это продумано здесь вопросов нет дальше куда-то это у меня уже тут попадала все сверху мы ставим подставку и сюда же уже и котелок то есть вот ребят я еще естественно вам рассказываю а так вы это дело соберете даже меньше чем за минуту конструкция довольно продумано ребят то есть вот даже вот эта дверка колосник вот там вот этот колосник это все очень ну важные вещи это элементы и детали да а я вы знаете я всегда уделяю должное внимание всяким деталям даже вот здесь вот есть окошечко да для того чтобы оттуда потом вытряхнуть залу то есть остатки продуктов горения и это тоже продумано сейчас я предлагаю ее растопить и я взял лесной порох вот эту одну и одну ветку лесной порох да кто не смотрел материал о том как зимой да вообще в принципе в любое время года при любой погоде эффективный быстро разжечь костер материал я уже снимал пожалуйста ссылочка в описании в том числе лесном порохе я вам рассказывал сейчас мы воспользуемся лесным порохом это в принципе аналог и в дождливую погоду и и затопим и поставим воду я засеку сколько времени потребуется для ее кипячения пока печка разогреется и так далее погнали вот так вот и дальше будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 промокоды как где заказать куда вводить его там по скидке и на различные другие группы товаров туристические как я понял эта скидка будет действовать в общем вся информация по ссылочке в описании то есть это прекрасное подспорье ну и вообще в принципе в заключении хочу сказать пригодится она прежде всего вот таким охотником ходовым охотником как я то есть те кто занимается ходовой одиночной охотой она пригодит не только охота рыбалка опять же если вы приехали на 1-2 дня и у вас нет возможности разводить полноценный костер особенно в условиях там очень сухой погоды или отсутствие или недостаточное количество дров вот как сейчас тайги они везде принципе дрова тут с костром проблем нет то есть где-то степь какая-то где очень низкая растительность но из этой растительности тем не менее можно вытянуть огонь да опять же в сырую как играл дождливую погоду и зимой когда с костром тоже возникают проблемы она также будет эффективно принципе вот такие и как я вижу вот такие ее применения ну и туризм конечно пеший туризм ребята без проблем обычно особенно как я говорю если это какие-то переходы привалы и так далее когда ну нет времени для полноценного станище там или постановки лагеря уже очень темнеет конечно какие рябчики сидят молодые выводки вот еще все глупенькие эти ну куда какая ребята туда нету какая охота пусть пока сидят себе сейчас уже все темнеет солнце заходит и уже такой закат прям интересный розово-фиолетовый сейчас будет такой вот темно зори и в лесу прямо интересно что ночные начнут всякие там да и медведь же ну конечно который вас о диком звери кстати в походе ссылочка в описании также оставляю пожалуйста изучить эти материалы с точки зрения биологических и поведенческих особенностей различных зверей включая вашего любимого медведя чтобы у вас не возникало никогда лишних страхов и паранойи изучайте на здоровье также по ссылке в описании допивая этот свой чай собираюсь и потихоньку почесал километров пять ну вот она уже у нас да она у нас практически уже остыла я ее могу без проблем взять сейчас я быстренько соберу вот как видно вообще ничего да в принципе я ее сейчас быстренько соберу вытряхнуть пепел и пойду усвоясь и большущего вам удачи побольше выбирайтесь почаще на природу отдыхайте занимайтесь любимым хобби и пока увидимся не ребят ну классная штука ничего не скажешь и да уже остыла в принципе даже быстро остывает да можно уже собирать